Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главные темы выпуска. От Ибата все в солдаты. Регион проверяет на готовность к осеннему призыву. Большой брат следит за тобой. 130 видеокамер, установленных в Самаре, помогли снизить уровень уличной преступности. Крылатые качели в каждый двор. Самарский район обрастает новыми игровыми площадками. Две с половиной тысячи призывников из Самарской области с 1 октября пополняют ряды вооруженной силы России. В основном это те, кто решил пойти в армию после окончания школы. Большая часть молодых людей будет служить в сухопутных войсках. Есть и такие, кто пойдет в ВДВ и на флот. Весной на воинскую службу уже заступили три с половиной тысячи призывников. Сегодня в армию конкурс, как в ВУЗы. Берут только лучших. Количество молодых людей гораздо больше, чем требуется, чтобы поставить вооруженную силу. Поэтому есть определенный период, когда военный комиссариат может отобрать из того количества молодых людей, самых здоровых, самых способных, самых сильных, самых устойчивых, самых образованных, для того, чтобы пополнить наши вооруженные силы. Здоровье призывников, как всегда, разное, но процент годности неуклонно в третий год повышается. По итогам весеннего призыва он составил 72,7%, что на 3% выше, чем было в 2015 году. Обеспечить безопасность в Самаре на европейском уровне. Реализацию программы «Безопасный город» обсудили на межведомственном совещании. Проект реализуется в области 2008 года. «Безопасный город» – это многоуровневая система мониторинга ситуации. С помощью видеонаблюдения специалисты контролируют улицы и видят, где происходят пожары или коммунальные аварии. Для обеспечения безопасности самарцев в парках-скверах и на набережной установлены 130 камер видеонаблюдения и тревожные кнопки, с помощью которых горожане экстренно могут связаться с полицией. Вся информация с этих устройств поступает в единый центр обработки данных. Благодаря работе системы бороться с уличной преступностью стало проще. Четкие снимки и качественные видеозаписи направляются в суды как доказательство правонарушений. В преддверии чемпионата мира по футболу требования к безопасности повышаются. Это накладывает определенные обязательства и на муниципалитет. Планируется, что в будущем управление системой возьмет на себя город. Все лучшее детям. В Самарском районе устанавливают в дворах новые игровые площадки. Самые юные граждане скоро оценят качество горок и качелей. А пока дети вместе с родителями пристально следят за ходом работы вместе с ними и Андрей Горгуленко. Юная Пелагея за ходом работ следит внимательно. Она будет одной из первых, кто проверит качество установленных качелей. Поиграть на новой площадке девочки уже не терпится. Но пока нужно подождать, чтобы застыл цемент. А давай покатаемся. Ну, сейчас же нельзя. Дядя сказал, только завтра вечером. Долго мечтали. Вот как родилась Пелагея у нас, так и мечтали, чтобы площадка была близко, а не далеко. Жителям Самарского района теперь не придется ходить в соседние дворы, чтобы погулять со своими детьми. Работы по установке новых детских площадок и ремонту старых ведутся полным ходом. Депутаты учли все пожелания граждан. И каждый двор получил индивидуальный проект. Инициатива исходила от жителей, которые обращались к своим депутатам. И уже совместно с депутатами мы формировали по каждой площадке набор оборудования, формировали предложения. Учитывалось требование СНИПов, САНПинов, наличие коммуникации. И, в общем, исходя из этого, получилось наполнение каждой площадки. Во дворе дома номер 56 по улице Ленинской на площадке разместятся горка с качелями. А для ребят постарше установят спортивный уголок. Также будут установлены металлические конструкции, баскетбольный щит, футбольные ворота на спортивной зоне. После этого зачищается площадка и наносится цельное резиновое покрытие. До конца года в Самарском районе 10 дворов обзаведутся новыми площадками. А значит, Пелагея и другие дети смогут играть рядом со своим домом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Авария со смертельным исходом произошла на 97-м километре трассы М5 «Урал» в Нефтегорском районе. По данным ГИБДД, 31-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, двигался в сторону села Алексеевка. Выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем БМВ. Водители и один из пассажиров ВАЗа скончались. Еще один пассажир госпитализирован. Водитель БМВ жив. Как выяснилось, водитель отечественной машины был лишен водительских прав. По факту ДТП проводится проверка. Неожиданная находка ждала рабочих в Самаре при замене канализации. Они обнаружили снаряд. Работы проводились на улице Нового вокзальная, 161. Снаряд находился на глубине примерно одного метра. Его длина составила 500 миллиметров, а диаметр около 100 миллиметров. Работы были остановлены. Бригада выведена на безопасное расстояние. Информация о находке передана в полицию. Снаряд в специальном контейнере отправлен на экспертизу. Сейчас работы по замене канализационной линии продолжаются. Почти 6000 человек в Самарской области сделали селфи на выборах. Главным условием было выложить свою фотографию с избирательного участка, загрузить ее в социальную сеть Instagram и поставить хэштеги «Выборы селфи» и «63». Для подведения итогов конкурса была разработана программа, которая не только позволяла искать пользователей по комбинации хэштегов, отсеивать по временному отрезку, но и анализировать чистоту лайков. Имена победителей объявят 27 сентября в Самарском доме молодежи. Счастливчики получат поездку в Москву, игровую приставку Xbox и гироскутер. В Самаре отремонтируют железнодорожный вокзал. Стоимость модернизации оценили в 73,5 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря. На железнодорожном вокзале отремонтируют платформы, в том числе дорожки, тротуары и освещение. Обновят ограждения по периметру. В здании поменяют сети канализации и водопровода, установят новые унитазы и умывальники, приведут в порядок потолки и стены. На полу установят тактильные указатели. Любовь к экзотике погубила. В озере Самарского парка металлургов выловили огромного мертвого сома, в пасть у которого находилась экзотическая рыбка. Видимо, необычный собрат и стал причиной смерти. Фото направили в Средневолши рыбвод. Там сообщили, что рыба относится к кольчужным сомам, обитающим в водоемах Перу и Бразилии. Видимо, раньше сомик жил в аквариуме, и его выбросили в озеро, где он и стал добычей более рослого собрата. Лучшие педагоги страны соберутся в Самаре на финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». Впервые за 26 лет, а именно столько он проводится, состязаться в профмастерстве будут участники со всех регионов России. Всего 85 человек. Самая многочисленная группа преподавателей русского языка и литературы есть также географы, химики, математики и даже хореографы. Уже в воскресенье они начнут проводить уроки. Площадка станет 41-й школа. Количество учеников и их возраст конкурсанты определяют сами. По результатам этого испытания журет берет 15 лучших, которые продолжат борьбу за звание «Учитель года». Представлять Самарскую область будет педагог из Сызрани. Анжелика Игоревна Зимина, учитель русского языка и литературы. Я видел некоторые ее конкурсные испытания. Очень яркий педагог, очень большой опыт. У нее такой необычный подход к преподаванию литературы. Чтение стихов и поиск смыслов, которые не видны с первого раза. Сначала на первом этапе учитель дает урок и смотрит, какой он предметник. И уже в 15 попадают люди, которые сомнений в предметной компетентности которых уже нет. Понятно, что свой предмет они знают хорошо. На втором этапе там уже учитель демонстрирует другие свои навыки. Например, как он может передать свой опыт педагогам. 1 октября станут известными на пятерых педагогов, которые отправятся в Москву на завершающий этап конкурса. Круглый стол с представителями Министерства образования России. О проблемах экологии простым языком в Самаре подвели итоги международного форума «Зеленая планета». Он проходит уже в 14 раз и посвящен Году кино. В рамках форума были объявлены несколько творческих конкурсов. В них приняли участие более полумиллиона детей из 14 стран и 80 регионов России. Школьники писали сочинения, рисовали, мастерили поделки, ставили театрализованные спектакли. Главным условием было отразить в своих работах тему взаимодействия человека с природой. Лучшие работы вошли в сборник, который издан по итогам конкурса. Самарская область пошла в список лучших территорий, где проходит формирование экологической культуры среди подрастающего поколения. Также в этом году в список лидеров вошли города Орел, Киров, Светлоград и Снежинск. Мы даем ребятам такие, что ли, творческие задания, чтобы, с одной стороны, они обращали внимание на природу, на взаимоотношения человека с природой. И вот отсюда, при воспитании в себе вот этих добрых чувств, мы надеемся, что они не будут экологами профессиональными, они будут просто хорошими людьми, жителями своей страны, своей России. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok